всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия и я только что вернулась с почты где получила свою посылку конечно же как всегда хочу похвастаться вам что же мне прислали а прислали мне вот такую моталку для пряжи сейчас я ее откроем и с вами вместе посмотрим ее качество а забегая вперед хочу вам сказать что сегодня вас ждет видео как полезное так и увеселительное в общем я сейчас пересматривала ролики снятые до того как решилась заказать моталку и просто ухохоталась так что не переключайтесь смотрите это видео до конца и так открываем в общем выбрала самую простую потому что мне она нужна постольку поскольку вот стоят моточки вот сейчас например мне надо перемотать вот это в один клубочек я это сделаю наверное прямо сегодня так это у нас крепление для к столу регулируется вот этой вот ручкой это ручка намотки ой вы знаете все такое приличное все такое аккуратное качественное я бы сказала что я даже не ожидал так вот это вот штука должна надеваться вот сюда там есть пазы и она вот так вот закручивается уже все не слетит ой мне очень даже нравится сейчас попробую прикрепить ее к столу вот смотрите вот это вот кочерга цепляется к столу все достаточно надежная и закручивается при помощи вот этой ручки смотрите закрепилась просто намертво и вот так вот она мягко работает крутится отлично легкий такой ход у нее мой не нравится для того чтобы знаете иногда в редких случаях перемотать каких-нибудь там один-два моточка это вот самое то не всегда в магазинах соглашаются размотать бобинку на два конуса а когда нам нужно вязать в две ниточки один кончик у нас есть а второй то ведь мы не достанем ниоткуда там у нас конус поэтому в таких случаях необходимо перематывать пряжу самостоятельно вот у меня два конуса с остатками кашемира и вы сами видите на одном из конусов намотка сделана на профессиональной моталке а вот второй конус выглядит вот так и сейчас я вам расскажу почему он так выглядит дело в том что когда я первый раз купила бобинную пряжу естественно мне прислали пряжу на одном конусе и мне надо было вязать в две ниточки соответственно я должна была перемотать ее на второй конус что мы делаем когда нам необходимо что-то узнать конечно же я полезла на youtube посмотрела несколько роликов как опытные вязальщицы перематывают пряжу подручными средствами и на помощь мне должен был прийти всем знакомый миксер с кухни в тех роликах которые я посмотрела девочки предлагали сделать намотку пряжи на втулку от туалетной бумаги несмотря на то что у меня был свободный конус я все-таки решила посмотреть как это выглядит то есть втулку нужно надеть на венчик от миксера и делать накрутку от этой затеи я решила сразу отказаться потому что представила как на скорости нитка будет промахиваться мимо этой втулки и в общем я ее отставила в сторону затем я стала примерять конус на свой венчик и пробовать намотать на него нить вы сами видите что из этого получилось конус у меня постоянно слетал с венчика нитки разматывались мне приходилось потом их все перематывать снова в общем картина была очень такая удручающая потом я наконец-то поняла что венчик необходимо снять с миксера засунуть втулку и уже другим концом вставить его в миксер вот тогда более-менее получилось что-то намотать но намотка таким способом получилось слишком слабая я конечно же связала свой свитер но решила для себя что на будущее я обязательно закажу ручную моталку для пряжи вот на такие случаи пусть будет пусть она у меня лежит на полке но все-таки я буду знать что когда мне она будет необходимо я ее достану и мотаю нужным не моточек и сейчас прямо при вас я хочу сделать свой первый клуб бочек первую намотку так я взяла две ниточки от двух бобинок продевая его нити направитель и вот здесь вот есть такой желобочек все опустили сюда ниточку посмотрите как классно вот остановлюсь посмотрите как все ровненько красиво получается такая мягкая намотка но ложится ниточка очень ровно и смотрите если вот тут вот слегка придерживать пальчиком натяжение нити клубок получается намного плотнее то есть все классно все четко не мне это определенно нравится нисколько не пожалела что купила эту штучку ну что вот такой клубочек получился видите конус уже пустые вот и сейчас его надо как-то снять надеюсь что все получится гладко ну да и в принципе вот эта ниточка которая у нас вот в этот желобок сначала мы делали она у нас вот она не потерялась и теперь можно вязать из середины клубка и снаружи клубка и в принципе если надо в четыре ниточки вязать то вот пожалуйста взял нитку оттуда отсюда все класс мне нравится так что я вам рекомендую классная штука вот и там есть какая-то модификация побольше я даже не знаю зачем она нужна в общем я не пробовала я не в курсе вот это мне понравилось вяжите из бобильной пряжи покупайте себе моталки и пусть у вас тоже будет порядок в ваших клубочках пусть они все будут такими же аккуратными вязать будет удобнее все надеюсь что я была полезна вам пишите свои комментарии ставьте лайки делитесь этим видео в общем все что необходимо как обычно с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока